С предложением провести в Сочи испытания электробуса выступил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко. Встречу с делегацией накануне провел глава города. Алексей Копайгородский отметил важность транспортной темы на курорте и подчеркнул, что автобусы марки МАЗ, закупленные шесть лет назад для Сочи, вполне комфортные и надежные. И в планах мэрии заказать еще полторы сотни таких автобусов. Хорошо себя зарекомендовал не только транспорт, созданный Минским автозаводом, но и белорусские электробусы. Их уже активно используют в городском хозяйстве Москвы. Недавно испытания проводились в Екатеринбурге, Ташкенте и Самаре. И Сочи может не стать исключением. Мы готовы поставить на испытание один такой электробус. Мы там сможем заводить его в июне-в июне месяце. Сопроводить это нашим и персоналом водительским. Для начала, то мы ваших обучили, если это нужно было. Помимо транспортного вопроса, делегаты рассказали о нововведениях в сфере ЖКХ, жилищном строительстве, а также производстве лифтового оборудования. По темам, по четырем, по которым мы сказали, мы готовы переговорить, чтобы структурные отраслевые подразделения, ваши представители переговорили с нашими коллегами и сделали такую дорожную карту. Если у нас будет полное понимание по строительству, по системам ЖКХ, по нововведению, для нас это очень важно. Транспортная составляющая есть, мы уже друг друга видим, понимаем, слышим. И то, что вы предоставляете для нашего города, оно, конечно, радует. Также стороны обсудили программу мероприятий ко Дню Победы. Для представителей белорусских общин будут организованы экскурсии по местам воинской славы в Сочи и в Минске.